Я вначале хотел ответить, вначале я к вам даю вопросы, но с самого начала я хотел бы вот это сказать. Очень приятно было слышать о том, что ведущие постоянно говорят о методологических подходах. Главное, должно быть методологический подход, и это очень верно. Потому что как только сдвигаетесь, чуть-чуть сдвигаетесь подход какой-то, и получается совершенно уже другая система. Одно и то же, чуть-чуть сдвигнулись, уже другая система. Поэтому ведущие подходы, это исходный момент, действительно, вот это надо как-то усвоить. Я скажу, совсем не новое, совсем, давно забыто старое. Но мы от этого уходим и не имеем в виду. Мне кажется, вот что Ленин сказал, что если не иметь в виду целое, то вы только частное, то если вы будете рассматривать частное, то вы постоянно будете натыкаться на целое. Значит, вот именно целое. Я и слышал сегодня о методологических вопросах, допустим, Маркса. Пусть им нравится Маркс, пусть им нравится. Есть Гегель. Вот всем пусть нравится Гегель. Пожалуйста, читайте Гегель. Гегель – это совершенство методологии. Абсолютное совершенство. Маркс его совершенствовал. Я не хочу говорить о деталях, о тонкостях. Здесь нет другой вопрос. Но какой здесь самый главный подход методологический? Дело в том, что существует действительно целостность объективной мира. Отношение человека к этому объективному миру. Он изучает этот объективный мир. Он регулируется. Он движется, он развивается по собственным законам. С этого надо исходить. И какое отношение человека к этой целостности? В том смысле, что он познает эти законы. Познает и в этом главный методологический подход. Познает эти законы. Той мир, который он познает. Той мир, который он приспосабливает к этому миру. Эта вся система состоит из отдельных подсистем. И в каждой подсистеме существуют свои законы. Понятно. Я думаю, что это все хорошо знают. Вот Гегель и все. Значит, свои объективные законы. И дальше. Каждый закон имеет свои принципы. Подходы этой концепции. Так сказать, методы и так дальше. Это уже детализация идет. Поэтому, если вы отбрасываете законы, вот эти объективные. А говорите о каких-то принципах, о каких-то механизмах. И тем более об управлении. Без этого всего, без этой основы. Вы там будете плавать как угодно. Поэтому исходный момент. Любой системе, подсистеме. Надо исходить из этих объективных законов. И знать их. И изучать их. Значит, в чем вот мы леем сразу конкретно. В чем наш минус. В том плане, что мы, так сказать, игнорируем это. Вот посмотрите. Первый доклад был изумительно интеллектуальный. Ну просто красота. Ну просто симфория. Изумительно. Он изучался. Ну рассматривался он. В рамках человек природы. Человек техника. Все. Дальше есть другая система. Есть социальная эта система. Здесь свои законы. Законы, я говорю. Они просто вообще цивилизации какие-то. Вот там такая. Вот там так. А есть законы в этой социальной... Числовые. Числовые законы. Есть законы, объективные законы. Они будут выражаться в цифрах, тенденциях, каких-то механизмов, каких-то концепциях. Но самый сущный момент. Это в науке называется закон. Это называется научный подход. Это называется научный подход. В чем мы проиграем сразу? Посмотрите. Вот я уже сказал. Первый товарищ выступал. И он говорил о... Собственно в рамках человек техника, человек природа. Вот. Социальную сторону, о которой я говорил, о собственности, он о ней вообще-то забыл. И вообще я так понимаю, что он там не ориентируется совсем. Потому что у него главное вообще-то это искусственный, так сказать, интеллект создать. Своего-то мало вообще-то. То, что у нас миллионы людей, которые не используются их на 5% или на 1% используются. Миллиарды. А вот мы ищем искусственный главный интеллект. А у нас люди убирают. Мы себе выбрасываем вот этот интеллект. Мы их не используем совсем. Ну ладно. Главное, у него интеллект, да? Социальный отбрасывается. А теперь давайте посмотрим, что мы проверим вот здесь таким подходом. Так вот я должен вам сказать, что новая информационная научно-техническая революция, она на Западе уже существует уже 50 лет. Это я освоил. Освоили ее всего на 15-20%. Всего лишь. Благодаря капиталистической системе. Именно благодаря. Я мог бы расшифровывать здесь. Что финансовая цифра, что такое финансовая цифра, финансовая кризис сейчас, фиктивный капитал, который тормозит вообще. Монет, почему мы уже несколько, уже 10 лет, как уже на двухфазную перешли цикл. Четырехфазный цикл, знаете так. Подъем-то об этом. А мы на двухфазный. То есть кризис, депрессия, кризис, депрессия. Мы пришли на эту благодаря... Так цифровой. Да, поэтому здесь, понимаете, вот эта сама система законов социальная, она тормозит вот то, в чем человек в эйфории. Буквально он, понимаете, искусственный мозг. Но кто будет внедрять его? Так стоит вопрос. Или систему поменять? Главное, вот эти перейти от друзей, которые было создало, условия для того, чтобы даже не искусственно и естественно хотя бы мозг использовался. Так этот вопрос, и как говорят китайцы, они планируют теперь, благодаря их системе, они планируют внедрять научно-шизический процесс по 20% в год. Представьтесь, вот они планируют себе вот по-быстрому там пройтись. Сама система по 20%, а там капиталистическая система западная, она 50 лет уже на 15-20% использует. Вот здесь вот вам методологический подход. Мы говорим, где вот здесь, в технической части существуют свои законы, надо исходить, не просто вот интеллектуально, там в технике свои законы, кстати. И надо подходить именно так вот. Научительская революция была первая, вторая, там были свои законы. Подходите так, в социальной сфере свои законы, и смотрите вот эти соотношения. Я не случайно задал вопрос о том, что в отношении цивилизации и... Формационного подхода. Значит, два вот этих подхода. Не случайно. Это сложнейший на самом деле вопрос, как он соотносятся между собой. Потому что формационный подход, он, конечно, с моей стороны, он главный, и это я сказал. Потому что формационная, это капиталистская система, которая тормозит научительский прогресс. А причем здесь цивилизация вообще, цивилизационная где-то. Да, есть особенности. Да, есть русские богатыри, есть русская душа, да. Но мы находимся в колониальной системе. Почему? А потому что мы попали в эту систему, и нас втащили в неоколониализм. Там законы действуют, и надо исходить с этих законов. Поэтому я еще, да, в отношении его собственности. Значит, сразу могу сказать, что научно-техническая, новая информационно-научная революция, она, так сказать, противоположна, так сказать, противоречит частной собственности в принципе. Короче, социализм. Прочее, а то есть только общественные. Почему? А теперь смотрите за китайцами внимательно. Вот у них 60% там частной собственности, хотя это не та частная собственность, которую мы обычно имеем в виду, она контролируется вся. Ну это другой вопрос. Вот они сейчас поняли, что частная собственность, это тормоз внедрения новой научно-технической революции. И поэтому они переходят на там предприятия, которые строят, то есть внедрение новой научно-технической революции, а не за государственный счет, на государственные предприятия. То есть общественные собственности. Вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, так сказать, не подходит. Конечно, если исключается просто частная собственность, вот эта новоукладность, которую идолом силоват, это чушь. Почему? А научно-техническая революция, она все поправит. Почему? Потому что эти же уплаты, они будут тормозят ее внедрение. И вот тогда вот здесь наступает противоречие. Или противоречие, скажем, той кобельской системе, которая неразрешима в той части, в своей части. Или китайская, которая спокойно будет смотреть, что это тормозит, а они переходят на другую. У них все просто, и все это ясно, очевидно. Вот вам методологические подходы. Исходный момент. Давайте вернемся к диалектике Гегеля. А лучше, советую, это марксизм, логический материализм. Это исторический материализм, деформационные подходы. Там законы. Какие законы? Их надо исследовать, их надо исходить из них. И посмотреть их место вот в этой всей системе отношения человека-природы и человека-человека. Давайте посмотрим. вот эти соотношения. А также мы можем очень много, вы знаете, можем очень много изобретать здесь, но они не будут внедряться. У нас сейчас производство, которое не воспринимает научно-природы. Это известно всем. Я не буду здесь, а вот отдельная лекция могла бы быть. Он просто отторгает научно-природы. Пожалуйста, разрабатывайте. В лабораториях сидите, но вас никто внедрять просто не будет. На Запад, ну давайте, там тоже, кстати, оттажей. Благодаря вот этой социальной системе. Значит, методологический поход советует разработать отдельную тему и от него не отходить. Почему? Потому что вы будете в частных вещах копаться, а постоянно оттыкаться на то, чего игнорируете и не предназначаете. Именно поэтому